Всем привет! Сегодня я расскажу о растении, которое называется золотарник обыкновенный. Растет золотарник обыкновенно в светлых лесах, встречается по лесным опушкам, полянам, вырубкам, среди кустарников, на лугах и придорожных насаждениях. Селится в основном на проницаемых песчаных почвах. Существуют и другие названия этого растения, такие как живительная дрова, золотник, золотая розга, золотуха, краснянка, сердечник, мать хлеба, золотушник и так далее. Используется золотарник обыкновенный в народной медицине, а также гомеопатии и вертелинарии. Также он является хорошим медоносом. С лечебной целью используются облиственные верхушки стеблей соцветиями, заготовка которых происходит во время цветения. Трава имеет слабоароматный запах и пряный горьковатый вяжущий вкус. В Британии золотарник используют как антисептическое и патогонное средство. В Германии растения широко применяют при терапии воспалительных урологических болезней, в комплексе с другими растениями при заболеваниях ве. В Белоруссии растения применяют при туберкулезе кожи, на Кавказе, в Сибири и в Коме при скрофулезе. На Кавказе спиртовую настойку этого растения применяют в качестве ранозаживляющего средства. В Молдавии при ревматизме, туберкулезе кожи, ожогах, дерматитах. В Болгарии золотарник обыкновенный назначают при хронических болезнях почек, при нарушениях обмена мочевой кислоты, отеках и подагре. Семена золотарника в китайской народной медицине применяют для разжижения крови и при вздутии кишечника. Также семена используют при холерии, ранениях, диареи. В Тибете надземную часть золотарника обыкновенного используют при лечении желтухи. Спектр использования золотарника обыкновенного очень большой, но имеется и противопоказание. Это беременные женщины и индивидуальная неприносимость биологически активных веществ, входящих в состав растения. На это все. Всем пока. С уважением, Марина.